Дембелю осталось до дембеля даже не 100 дней, как это бывает у дембелей до приказа, а 50. Как бы он не упирался, а 20 января придется покинуть овальный кабинет и, как говорили раньше, вернуться в народное хозяйство. И если месяц назад его сказки о том, что он по-любому останется на вторую каденцию, выглядели более или менее реально, то сейчас эти иллюзии развеялись у самых передозированных трампофилов. Они прошли все стадии, которые описаны в психиатрии за месяц и теперь дошли до последнего пункта – принятия. Теперь, когда погоды стали зимние, им конечно можно было проделать совсем простой фокус над собой и он бы стал пусть горьким, но лекарством от пустоголовья. Для этого всего-то и нужно взять, да и почитать твиты и речи на брифингах Трампа по поводу выборов. Их даже анализировать не нужно, а просто читать и запивать кофе. Все встанет на место само собой, но эта публика не способна этого делать в принципе, поскольку им важно не содержание речей, а экспрессия оратора, его брутальные обороты, если это текст, или ужинки и позы, если это видос. Мы это имеем возможность видеть не только на примере Трампа и его заклятых сторонников, у нас имеются собственные аналоги. Теперь они с таким же вниманием и предварительным одобрением слушают уже совсем другие речи и им даже в голову не приходит подумать о причине их кардинального изменения. Тем временем все большего веса набирает эпопея с президентскими помилованиями. Она возникла сразу после того, как по результатам выборов Байден впервые вырвался вперед и вероятность его выигрыша стала реальной. Новый импульс этим разговором придало помилование на прошлой неделе экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Хотел того Трамп или нет, но этим помилованием он показал, что по уши увяз в российской теме и что лишь начни копать серьезно его огороде, то там в раз пойдут балалайки, гармошки, ушанки и матрешки. Ведь любой нормальный президент, имея такого советника, посчитал бы, что тот его вмазал в самую неприятную тему и потому никогда не помиловал бы из-за ущерба собственному имиджу. Но, видимо, Трамп не считает тайные связи с россиянцами чем-то, что может нанести ущерб репутации, поэтому и помиловал Флинна. А его пресс-служба назвала арестанта героем, который не должен был сидеть вообще. И это несмотря на то, что герой сам признал свою вину в части совершенных им преступлений. С другой стороны, у нас тоже числится президентом гражданин с двумя охотками к хозяину. И ничего. Тем не менее, помилование Флинта было показательно не только в этом плане, а указало на то, что процесс помилования таки идет и что где-то формируются списки на помилование и в общем этот процесс выходит на финишную прямую. Ведь 20 января де юре считается окончанием срока правления президента США, а де-факто это происходит в конце декабря. Оно и понятно. Ведь дальше идут рождественские каникулы, а после них уже идет конечная фаза передачи власти. Проще говоря, после Нового года из Белого дома и различных департаментов, президент и его люди вывозят свои личные вещи, подписывают формуляры в плане «сдал-принял», подписки о неразглашении и т.д. Так что все свершения, связанные с помилованием, надо принимать до конца декабря. А это значит, что на самом деле осталось всего три недели и за это время надо определиться с тем, кого и когда следует помиловать. Заметим, ни один президент США на выходе не имел такой обширной программы помилования, как нынешний и это неудивительно. Тут может возникнуть резонный вопрос о том, где же эта самая обширная программа. Но мы уже помним, что перед упомянутым выше джентльменом, был помилован Роджер Стоун и он не был первым. Но это уже было, а то, что планируется, нам достоверно неизвестно. Зато известно Министерству юстиции США и то пока еще не в полном объеме, поскольку там рассматривают и согласовывают соответствующие заявки. Так, Министерство юстиции расследует потенциально преступную схему, включающую дачу взятки людям либо в Белом доме, либо связанным с ним, в обмен на то, что неизвестное лицо получит президентское помилование. Об этом стало известно из опубликованных документов, которые можно почитать самостоятельно по ссылке под этим видео. Согласно документам, поданным Министерством юстиции в суд округа Колумбия, речь идет о двух лицах, действовавших в качестве лоббистов от имени лица, которая в обмен на президентское помилование или отсрочку вступления в силу приговора обещала предоставить существенный политический вклад для амнистирующей стороны. На данном этапе еще никому не предъявлены обвинений, а в опубликованных документах скрыты как имена фигурантов, так и обстоятельства, которые могут на них указывать. Тем более документы не содержат прямых указаний на действующего президента Трампа. Но фокус тут в том, что речь идет именно о президентском помиловании и кроме Трампа его никто не может предоставить. Так что тут и указаний никаких не нужно. Именно этот документ косвенно указывает на то, что на финише своего правления Трамп готовит к помилованию беспрецедентное количество своих соратников и друзей. В общем, это указывает на то, что и сам Трамп и эти лица, которые готовятся к амнистированию, вполне отдают себе отчет в том, что все они вели преступную деятельность в интересах действующего президента. Если такое произойдет, то американцев можно поздравить с тем, что четыре года ими правил мафиозный клан и в этом расписался перед выходом его Каппадетутти Каппи. В данном случае речь идет о процессуальных действиях, которые уже основаны на фактах и уликах, собранных следствием, в частности, с 50 цифровых устройств, на которых была восстановлена информация, которая прямо касается данного заговора. Это важная деталь, поскольку следствие располагает не только и не столько свидетельскими показаниями или субъективными данными, но крепкими уликами, которые исключат любой ангажемент или подставу. Имеющую большую информацию о ходе следствия журналисты обращают внимание на одну важную деталь, указывающую как на источниках информации, так и на то, куда ведут материалы расследования. Они пишут о том, что прокуроры пока не представили суду конкретных доказательств, уличающих получающую сторону или тех лиц, которые отвечают за непосредственное осуществление амнистии. Их нет в суде и нет у журналистов, а значит, они черпают информацию из суда. С другой стороны, если уже задокументированы связи между фигурантами дела через изъятые электронные устройства, то следствие точно располагает именами всех участников заговора и, в частности, уже формализован состав преступления, поскольку действия лоббистов были предприняты в обход нормы правил с целью сокрытия сути их действий. И поскольку суду известны имена предлагающей стороны, но не закреплена принимающая сторона, речь может идти о лицах, которые либо сами обладают иммунитетом, либо на них распространяются прямые приказы лица, обладающего прямым иммунитетом. Проще говоря, следователи не намерены наступать на грабли спецпрокурора Мюллера, упершегося именно в это препятствие и, по сути, остановившего расследование словами «Мне есть, что предъявить Трампу, но я не имею права этого делать, пока он президент» проще говоря, здесь можно усмотреть тактику следствия, которая ждет, пока это препятствие не исчезнет 20 января. Но все это происходит не в сферическом вакууме, и на Капитолийском холме вполне себе представляют, во что может вылиться день 21 января. И это при том, что многие наблюдатели говорят, что Байден попал в собственную ловушку именно по поводу выведения Трампа на чистую воду. Ведь он сам говорит о том, что придя к рулю власти, будет возвращать все традиционные ценности, разрушенные Трампом. А в числе этих традиций есть та, что гласит «не добивать побежденного предшественника». Хотя тут есть разночтение, поскольку Трамп уже прямо пытался добить Обаму, и не только выливая на него килотонны помоев, но и требуя привлечь его к уголовной ответственности за придуманные самим Трампом преступления. Но в любом случае очень многие сомневаются в том, что Байден даст добро на похороны Трампа. Только вот сам Трамп может напроситься на раздачу, и все может пойти так, как в принципе и должно идти, поскольку президент – шпион, это перебор даже для США. Именно поэтому соратники действующего президента требуют от него проведения массового помилования, чтобы вся эта группировка, которая топила расследование Мюллера, или процедура импичмента, не оказалась подельниками в большой эпопее о шпионаже в пользу Москвы. Между прочим, именно этим объясняется и требование республиканцев к Трампу, чтобы тот амнистировал еще и себя и всю свою веселую семью. Ведь они понимают, что если дедушка начнет тонуть, то потянет всех за собой. Они уже насмотрелись на тех же Манафорта, Мура, Коэна, Флинна и прочих в яркой тюремной робе и никак не хотят иметь подобных же фоток в своем семейном альбоме. А с самопомилованием сюжет закручивается нешуточный. Уже всем очевидно, что Трамп настолько любит свое кресло в овальном кабинете, что даже в такой опасной для него ситуации не желает его уступать вице-президенту Пенсу, чтобы тот, получив полномочия президента, спокойно амнистировал самого Трампа, его друга Руди, его семью, как это в свое время случилось с Никсоном. Ведь если это сделает сам Трамп, это будет лишним подтверждением наличия мафиозной структуры на самом верху Олимпа. Но тут есть проблема со времен того самого Никсона. Он тоже хотел себя помиловать, без увольнения по собственному желанию, но тогда Мин Юст направил ему аналитическую записку, где указал, что он «не имеет на это право» и что в суде его самоамнистия развалится легко и непринужденно. А вслед за этим наступят последствия, которые перекрывались актом амнистии. Тогда Никсон внял этому предупреждению и дал себя амнистировать своему сменщику Джеральду Форду. Но Трамп не Никсон и он может понадеяться на то, что Верховный суд, куда он затасовал своих людей, не развалит его самоамнистию и потому может просидеть, что называется, от звонка до звонка, простив себе свои же грехи. Но даже в лояльной высшей судебной инстанции дело может пойти не так гладко, как это может показаться на первый взгляд. Ведь, вступая в должность, он давал клятву честно выполнять обязанности в соответствии с законами США. А теперь получается, что он нарушил законы, отступил от клятвы и пытается уйти от ответственности, заметая следы своих преступлений. В общем, ближайшие три недели обещают быть очень интересными и эта эпопея уже сейчас выглядит куда более увлекательной, чем любой простой детектив. А мы вернемся к этой теме не раз по мере поступления новых подробностей этого увлекательного шоу, которое выглядит как некое волновое помилование, начавшееся с единичных случаев и нарастающее, как шторм. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова